всем привет с вами на связи хана всем привет хорошего вечера я решила сегодня сделать вот такой необычный эфир с такой маской это такой эффект который я здесь выбрала красиво правда и всем привет сегодня потому что особенный эфир сегодня у нас заходит праздник ту бишь от новый год деревьев или же судный день деревьев всем шалом подключайтесь дорогие друзья у нас сегодня особенный особенный эфир давайте мы пару 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 минут нет простите пару секунд еще подождем пока все подключатся всем привет добро пожаловать на эфир всем привет вот такой у нас сегодня необычный эфир всем привет ждем ждем всех я всех поздравляю с праздником ту бишь ват новый год деревьев или судный день всем привет с новым годом деревьев или же с судным днем и так я смотрю все уже более-менее подключились подключаются всем привет хорошего вечера вот такой у нас сегодня необычный эфир простите если кто-то это уже слышит третий раз я повторяюсь для тех кто заново-заново подключается всем привет шалом 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 и так друзья у нас с вами сегодня вот вечером заступил праздник ту бишь ват новый год деревьев почему мы празднуем этот новый год с вами для начала я хотела бы провести небольшие параллели всем шалом подключайтесь друзья для начала я бы хотела провести небольшие параллели всем шалом небольшие параллели с тем почему человек похож вместе с деревом и так плоды и у человека и у дерева так плохо видно но слышно хорошо да этот эффект он немножко немножко размазывает, но я надеюсь, что слышно лучше. Итак, всем привет! Итак, чем же мы похожи с деревом? Если у вас есть какие-то идеи, комментарии, пишите, а пока мы будем сейчас обсуждать с вами, чем же мы похожи с деревом. Итак, плодами и у дерева, и у человека есть свои плоды, и саженец, и когда человек только рождается, и когда садишь дерево, нуждается и в заботе, и в уходе, и в питании, и дерево нуждается, чтобы его поливали, и человек, чтобы его выращивали, заботились о нем. Чем еще мы похожи? И дерево, и человек — это создание Всевышнего, правда? Дальше, чем мы еще похожи? Корнями. У каждого человека есть прочные-прочные корни, да, это наши бабушки и прадедушки, то, на чем мы стоим, да, наши поколения, так и у дерева должен быть корень очень-очень хороший, который его насыщает и питает. Дальше, чем мы еще похожи? Например, еще я прочла, что и маленький мальчик еврейский, когда достигает возраста трех лет, ему делают обширниш, первую стрижку, так и дерево до трех лет, сказано, его нельзя не обстригать, ничего с ним делать, да? Этим еще мы похожи. Итак, что еще мы не сказали? И, конечно же, если вы обратили внимание, то я написала тему эфира. Тема нашего сегодняшнего эфира — это самое большое благословение. Как вы думаете, какое самое большое благословение? И мы начнем с небольшой истории, с небольшого рассказа. Всем шалом тем, кто только что подключился. Шалом! Итак, мы начнем с небольшого рассказа. Однажды один человек очень долго брел по пустыне. Если он долго идет по пустыне, значит, что? Правильно, он хочет пить, его мучает жажда, ему тяжело, он идет, и от жары ему так плохо, и он что просит у Всевышнего? Правильно, он говорит, пожалуйста, пошли мне в воду, тень, что-нибудь, я так устал. И тут он видит вдалеке какое-то пятно, он приближается, это дерево, не может быть дерево возле пустынь, дерево в пустыне. Ага, если это дерево в пустыне, значит, у него есть какой-то источник, тот, что его питает, правильно? Источник его питания. Он подходит, и действительно, там есть источник, и много воды. И он сел, и пьет, пьет, пьет эту воду, и сидит под этим деревом, да, и получил такое-такое наслаждение, и он сидит и говорит, дерево, а как же мне тебя благословить? Что мне сказать, как мне, что попросить у Всевышнего для тебя? Попросить, чтобы у тебя были могучие ветви, да, и крона твоя была пышной, и листья, ну, у тебя и так это есть. Или попросить у Всевышнего, чтобы он насыщал тебя водой, питал тебя, ну, у тебя и так здесь огромные источники, и все есть. Что мне попросить для тебя? Самое большое благословение, я желаю тебе дерево, я прошу у Творца, чтобы твои саженцы, твои потомки были такими же пышными, огромными, чтобы у них всегда был такой же источник питания, да, то есть для нас, для людей это тоже самое большое благословение, да, когда человеку говорят, когда нам говорят, пусть ваши дети будут праведными, будут сильными, будут здоровыми, будут счастливыми, будут такими же мудрыми, да, пусть ваши дети достигнут всего самого лучшего, да, когда это желают детям, то это кажется вау, вот это вот благословение, да, поэтому это самое большое благословение, плоды, чтобы у нас были хорошие-хорошие плоды, как и у деревьев, конечно же, должны быть вот такие вот плоды. Как же мы в Израиле празднуем этот Тубишва? Здесь в эту неделю праздника, я только что зашла в интернет и посмотрела, очень много всяких походов, посадок новых деревьев, это заповедь посадить дерево, очень много тех, кто за поддержку природы, которые зовут и говорят, давайте посадим, давайте уберем, давайте, давайте, давайте. Кстати, на самом деле, кто придумал этот праздник Тубишват? Кто это придумал? Сказано, что когда было большое вот это изгнание евреев из Испании, куда они все направились? Большинство из них, скажем так, засело в Цфате, и Цфат тогда начал быть центром изучения кабалы, да, сказано даже, что там Ария Кадош, да, Аризаль, тот, кто написал наш Сидур, по которому мы молимся, да, тот, кто и очень много повлиял на создание кабалы, и они все, они увидели, что, ну, что это как Новый год деревьев, и это день суда, день, когда Всевышний определяет, так, яблоня, ты сейчас произнесешь, не знаю, 30 плодов в этом году, да, или там 150 плодов, да, то есть это как небольшой день суда, но мы, евреи, мы в день суда не опечалены, да, мы не грустные, мы радуемся, потому что судья наш папа, и поэтому Тубишват, конечно же, мы празднуем, в Израиле, я уже сказала, садят деревья, вот, и, конечно же, мы должны покушать плоды земли Израиля, это гранат, финики, оливки, инжир, что я еще забыла, гранат, финики, оливки, инжир, в общем, плоды Израиля, более того, если какой-то плод, какой-то мы фрукт не ели, то это самое время скушать новый плод, сказать плод, сказать на него шейхи Яну, спасибо Всевышний, что я дожил до этого момента, сказать благословение, спасибо, что создал плод дерева, и скушать! Приятного нам всем аппетита, хорошего нам года, много-много нам хороших, красивых плодов, как и в работе, как и в семье, как и в детях, пусть во всем у нас будет процветание, успех, благословение и, конечно же, радость! Все, всем спасибо за сегодняшний такой необычный, красивый эфир! Всем с праздником! И желаю всем хорошего вечера! Спасибо всем, кто был в нашем эфире! Пока-пока!